вот такая книжка малышка покупала потому что в таком варианте было дешевле это элизабет гилберт большое волшебство творчество без страха это тот самый та самая автор которая написала есть молиться любить который наверное все слышали эту книгу я прочитала вдохновившись одним из завтраков оли килиной где она рассказывала о ней о том как рождаются идеи как они уходят к другому человеку если ты их не воплощаешь эта книга исследования на тему творчества какова его природа какую роль она играет наша повседневная жизнь откуда берутся идеи как преодолеть страх и начать творить эта книга вдохновения вам буквально нужно будет пару вечеров чтобы ее прочитать но у меня лично оставила такое двойное ощущение что ли практической пользы оказалось маловато но вдохновение хоть отбавляй вы боитесь что вас отвергнут или раскритикуют или высмеют или неправильно поймут или самое ужасное проигнорируют вы боитесь что на ваше творчество не будет спроса а значит незачем стараться его реализовывать вы боитесь что у кого-то это получится лучше чем у вас вы боитесь что вас не воспримут серьез вы боитесь что ваша работа имеет недостаточное политическое эмоциональное или художественное значение чтобы изменить чью-то жизнь вы боитесь что ваши мечты неприличны вы боитесь что однажды оглянувшись на результаты своей творческой в деятельности поймёте, что это была огромная трата времени, сил и денег. Вот если у вас есть эти страхи, вот эта книжка для вас. Читайте. Я не знаю, как у меня появилась в библиотеке эта книжка. Точнее, не помню. Называется «Новая типографика». Вот такая у неё лаконичная обложка. Эта книжка полезна дизайнерам полиграфии, то есть тем, кто верстает всякую печатную продукцию. «Новая типографика» Яна Чехольда впервые была опубликована в 1928 году. В ней он формулирует предельно ясные и чёткие правила оформления печатных материалов. Последние главы вообще содержат подробнейшие практические указания по верстке повседневных деловых документов, вплоть до рекомендаций по выбору цвета, размера, бумаги, качества и правильному сочетанию шрифтов. И несмотря на то, что описанные в книге стандарты устарели и не используются, ещё бы 1928 год, а сам Чехольд с временем отказался от многих высказанных идей, эта книга до сих пор остаётся одной из важнейших книг 20 века, посвящённых типографике и графическому дизайну. Мне кажется, будет очень полезно прочитать именно это как книгу по истории искусства типографики. Ну и, в принципе, для общего развития. 100 главных принципов дизайна, как удерживать внимание. Если вы создаёте дизайны для веб-сайт, программы, приложения, товары или бренды, вы должны знать, что лежит в основе психологии поведения людей, как они думают, как они принимают решения, что заставляет человека нажать кнопку «Купить», как заставить людей делать то, что вы хотите. Вот об этом всём вы узнаете из этой книги. Вы поймёте, как привлечь внимание людей, как избежать ошибок в формировании своего продукта. Это своеобразный, нескучный набор правил, принципов дизайна и глубокое практическое исследование причин, лежащих в основе поведения людей. Но всё же эта книга скорее про психологию. В оригинале книга переводится как «100 вещей, которые должен знать каждый дизайнер о людях». Поэтому она будет полезна не только дизайнерам, и она не только о дизайне, но и маркетологам, и художникам, и прочим профессиям, где требуется понимание психологии выбора клиентов. Книга Натальи Радковски «Профессия иллюстратор». Посмотрим, что внутри. Большой формат, качественные печати, яркие иллюстрации, фотографии, плотные глянцевые страницы. Красиво. Но для меня эта книга оставила двойственное впечатление. С одной стороны, тема интересна, есть полезные моменты, но с другой просто огромное количество иллюстраций и слишком мало текста. Мне это больше напомнило какой-то, не знаю, журнал с картинками. Плюс само повествование больше напоминает формат коротких заметок для блога. Лично мне прям практической пользы или вдохновения она подарила немного. Я ожидала немного большего, но мне просто есть чем сравнивать. То есть у меня не одна книжка на эту тему, но как вариант подарка начинающему иллюстратору, я думаю, более чем. Вот эта книжка, рождение иллюстратора, вот она мне прямо понравилась. В ней просто вагон вдохновения, мотивации, каких-то, может быть, граблей, ошибок, которые ты можешь избежать. Я читала и буквально маркером черкалась в ней, выделяя те цитаты, которые откликаются мне. И это буквально на каждой странице. Короче, вот ее я прямо советую начинающим иллюстраторам, если в вашем окружении есть начинающие иллюстраторы, советую купить в подарок. Вот она зажгет тот огонек, который будет вести вперед. И если бы она попалась мне, когда я только начинала рисовать, я бы не набила себе столько шишек. И еще одна книжка про профессию художника иллюстратора дарил Рис. И эту книжку рекомендует британская школа дизайна. Если в предыдущей книге это было больше про вдохновение, про мотивацию, про старт работы иллюстратора, то эта книга уже для, скажем так, более серьезного этапа. То есть здесь уже прямо рассказывается, как заключить договора, что такое авторское право, как вообще устроено работой иллюстратором, как брать предоплату и брать ли ее вообще. Также в книге присутствуют интервью, ответы на сложные вопросы, на заданную тему. На мой взгляд, вот в этой книге намного больше практической информации и не зря ее рекомендует и сам Виктор Миломед, Миломед, Миломед и британская школа дизайна. В общем, просто держать в уме про разные реалии российские и других стран, но очень-очень полезно. Суворова Анна, каллиграфия кистями. Советы, приемы и идеи для творчества. Я ее купила в пылу шапоголизма, и мне показалось, что каллиграфия, почему бы и нет. Вот купила брэшпены, купила книжку. В книжке можно прямо рисовать. Ну, короче, короче, это ничем не закончилось. Но если это ваша тема, то вам понравится. Опять же, Натали Радковски, разреши себе творить. Видимо, у меня просто какое-то предвзятое уже отношение к книгам этого автора. Но мне по-прежнему кажется, что слишком много иллюстраций и слишком мало текста. Это скорее журнал, арт-бук, чем что-то более глубокое, познавательное и так далее. Книга интересная, но если вы художник традиционного направления, то есть как делать арт-буки, как вести эти арт-буки, путевые заметки и так далее. Ну, не знаю. Просто, видимо, не мое. Элина Элис. Взрослая книга о детской иллюстрации. Для этого автора я очень давно подписана и на Фейсбуке, и в Инстаграме, и проходила у нее курс очень-очень-очень давно, когда только начинала рисовать. У нее есть очень крутой челлендж «День крокодила». И, на мой взгляд, у нее получилась отличная книга, опять же, для начинающих, художников и иллюстраторов, особенно тех, кто практикуется в детской иллюстрации. Как создать свою книжку, как начать, в принципе, заниматься этим. Да, конечно, обучение в ВУЗе она не заменит, но помочь определиться с направлением в творчестве, определением в профессии, стать некой подсказкой в той или иной ситуации, вот прям, да, это очень-очень в тему, очень-очень хорошо. Есть, конечно, главы, которые мне самой, ну, не очень зашли, скажем так, но, скорее всего, без них эта книга была бы неполной. И если вы мечтаете когда-нибудь нарисовать свою книжку либо взять заказ на иллюстрирование какой-то книжки, но понятия не имеете, как к ней подступиться, как выстроить вообще свою работу и из чего вообще состоят книжки, и это отличное учебное пособие. все доступно, наглядно, прекрасная книга, великолепная качество печати, приятно держать в руках, листать, рассматривать, великолепные иллюстрации, просто гуд. Денис Зильбер «Разговор об иллюстрации в пижаме и с чашкой кофе». Это очень крутая книжка, мне она очень понравилась, читала просто взахлёб. В чём её особенность? Это книга «Разговор Дениса с вами». Он, как более опытный иллюстратор, причём, замечу, очень-очень крутой иллюстратор с офигенным бэкграундом, с офигенными заказчиками. Просто погуглите, если вдруг его не знаете. Так вот, эта книга, его разговор с вами об иллюстрации, о его жизненном пути, о его творческом пути. Он рассказывает, с чем ему пришлось столкнуться, какие вопросы обычно задают студенты, что бы он вам посоветовал в той или иной ситуации. Рассказывает, как развивать навыки стритейлинга, что такое стиль, что такое уникальность, эмоциональность. И всё это он даёт не какой-то там научный, на точке зрения и так далее. А именно, исходя из своего опыта. И мне кажется, этот опыт опытного иллюстратора очень пригодится вам в вашей карьере. Советую. Келли Гровьер. Гровьер. Не знаю, как правильно удрение, что скрывают шедевры. Вот такая вот большая книжечка. Показываю, что внутри. Сразу скажу, внешне книга просто потрясающая. У неё большой формат, у неё шикарнейшая обложка, у неё очень качественная печать и качество иллюстрации, репродукции, фотографии и так далее. Как подарочное издание, там, в подарок к вашему другу, который увлекается искусством, или ещё кому-то, просто отличный вариант. Но лично для себя, честно скажу, вот уже изучив её, я бы покупать, наверное, не стала. Очень сжатая информация, суть практически не раскрывается. Да, конечно, в конце книги есть источники и литература для дальнейшего чтения и изучения в отношении каждого представленного произведения. Но, блин, такая объёмная книга. Ну, можно было как-то, мне кажется, поинтересней, покачественней поднести саму информацию. Ведь в книге всё равно в первую очередь важна информация, которую она даёт. Лично для меня тот же самый подкаст Насте Четвериковой «Искусство для пацанчиков», где она рассказывала о Мунке, например, дал намного больше информации и больше каких-то открытий, чем вот эта книга. Поэтому, ну, не знаю. Книга Джеймса Гарни «Цвет и свет» — это тот самый автор Динотопии. Эту книжку переиздали в русском языке, но, на мой взгляд, переиздали очень и очень неудачно. То есть, когда я смотрела эту книгу в интернете именно в оригинале, это было очень красочно, очень качественная печать и по отзывам очень хорошо написано. Здесь перевод, на мой взгляд, ну, не очень. И качество печати даже не очень. В общем, сама книга хорошая, но в оригинале. От идеи до печати. Эта электронная книга без шуток, просто полноценный учебник. Ее структура сделана таким образом, что ты можешь работать по нему сам, либо выбрать группу единомышленников, художников и учиться с ними вместе комиксам. Весь материал дается просто подробнейшим образом. От того, как правильно изложить в рисунке вашу идею и идеально расставить акценты, применить кем... кем... не... мотографические уловки, как лучше компоновать комикс на странице, леттеринг, в общем, все-все-все, даже вплоть до того, какие материалы лучше использовать. После каждой главы вас ждет домашнее задание, а также список литературы для более глубокого изучения той или иной главы. Получается отличный полноценный курс просто за смешные деньги. По-моему, это сказка просто. Особенно мне была полезна глава как раз о привлекательной раскадровке, удачных ракурсах и композиции, помогающих сделать динамику комикса не скучной и не однообразной. Этим я как раз грешила, потому что ну вот так вот. Вообще книга о более классических комиксах, поэтому основной упор в ней делается на работу именно с традиционными материалами, всякие фишечки, хитрости и так далее. И большинство упражнений именно на это. Но я думаю, все полученные знания можно без проблем абсолютно применить и в цифровом искусстве тоже. Эта книжка стала моим личным разочарованием и мне было реально жаль потраченных денег, хоть она стоила очень немного. Покупалась за название «Все, что вы знаете об искусстве неправда». Я не знаю, действительно ли эта книжка плоха или все дело в ее отталкивающей верстке или в ее не очень хорошем переводе. Может быть, в оригинале она звучит намного лучше и намного интереснее, но мне не зашло. «Портреты маркерами» Леры Кириковой. Об этой книжке я уже писала и рассказывала и не раз. Мне кажется, если вы собираетесь пойти к Лере на курс по портретам, вам нужно сначала почитать, изучить эту книжку, потому что вот тут как раз она рассказывает про построение, про отличие мужского портрета от женского от детского, как передать эмоции. Все это, конечно, делается с упором на маркеры, то есть там прямо уроки. Но мне кажется, можно с легкостью применить и, например, для Procreate. Почему нет? В моей коллекции есть два журнала. «Характер дизайн квартли». «Характер». 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 В общем, это журнал, выпускаемый иллюстраторами, ежеквартальный на английском языке. Это просто кладезь полезной информации со всего мира. Художники готовят статьи, делятся своими секретами, советами, своим творческим путем, путями. Короче, у меня не только с английским, но и с русским не очень. Так вот, этот журнал я покупала на ebay, по-моему, также продается на amazon, но можно купить и в электронном виде, прямо у них на сайте. И так, наверное, даже проще будет сразу переводить на русский язык через электронный переводчик. Ну, в общем, я считаю, что каждый художник, иллюстратор должен хотя бы раз его почитать, чтобы понять. Блин, тут встречаются столько популярных художников, на которые я подписана в инстаграме. Просто очень крутая штука. Иногда, блин, даже полезнее многих книг, я считаю. Еще одна книжка на английском языке. Это некий гайд по фотошопу и по персонажам. Кстати, у этого издательства скоро выйдет книга на русском языке. я, наверное, не буду говорить, какая. Скорее всего, что нельзя пока. Но я давала свою рецензию на эту книжку. Она очень крутая, она связана с цифровым рисунком. Но я сомневаюсь, что мне можно сейчас об этом говорить. В общем, об этом я расскажу позже. Но если вы дружите с английским языком, я очень советую почитать вот эти журналы тире книжки для общего развития, для для всего. Пожалуй, это был обзор всех книг про творчество в моей домашней библиотеке, но у меня есть еще книжки про маркетинг и про психологию, которые также очень бывают полезны в творчестве. О них я вам расскажу попозже. Пока! чихает, чихает. Непонятно. Вещь, вещь. Интеллект. *** Сегодня мы будем говорить о сейчас она живет не знаю где. Максим Жига. Мила, блин. Хочется в контакте сесть. Щечки все собрать. Субтитры Субтитры Субтитры